Израиль – это страна для пионеров и пенсионеров. Еврейский пиар. Мужик сказал, мужик сделал. Ну нет такого у израильтянов. Мужик сказал, мужик сделал. Сказали, сказали, но какая разница. А как тебе при этом работается с русскими? Ты можешь получить по сослугам. Почему в Израиле все так дорого? Там 4 тысячи долларов. Это, я думаю, минимальная зарплата сегодня. Что ты вообще знал о России? В Москве больше там Мерседеса, чем в Германии. Пипец. Как так? Это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахова. Мои гости – это иностранцы, которые родились и выросли за границей. Но выбрали для себя жизнь здесь, в России. Почему? Расскажут они сами. Ну а вы, кстати, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, а также Телеграм-канал. Еще больше интересного контента. То, что не вошло в основной выпуск, теперь будет именно там. Илон Астроброд. Бизнесмен. Израиль. 17 лет назад вдохновился богатыми русскими в Хайфе и приехал покорять Москву. Открыл супермаркет кошерных продуктов и теперь знает все о работе с русскими. Любит наши застолья, рыбалки и анекдоты про евреев. Не перестает удивляться тому, что русские мужчины умеют делать все своими руками. Илон, ты родился и вырос в Хайфе. Там же у тебя... Маленький городок под Хайфе. Маленький городок. Это, скажем, Москва и Луберцы. Там у тебя был свой бизнес, свой ресторан. Да, у меня был свой ресторан, но он был уже в Телавеве. И, насколько я понимаю, туда очень часто приходили русские. Да. Ты влюбился в этих русских людей, богатых русских людей. Россия – это сама страна богатства. И после этого ты принял решение переехать в Россию? Не так все, но похоже на эту историю. Да, у меня был ресторан, небольшой такой осаду-бар. Там, правда, было очень много русских говорящих. Но я сам, я родня из Советского Союза, из Одессы. Я всегда вирус на российской культуре, на советской культуре. Когда ресторан, начали рассказывать очень много людей, что они делают бизнес в России. Там, и один этим занимается, другой этим занимается. Я где-то принял решение поехать в Москву, попробовать себя. Ты, по-моему, переехал, это был 2005, да, если мне память не изменяет? Где-то так, да. Где-то так. Тогда, в то время... Я после 15 лет перестал считать. Тогда, в то время, многие израильтяне уезжали в Америку, Европу. Почему ты поехал в Россию? А из-за этого, что все мои друзья уже вернулись из Америки, из Европы, да, и сказали, что нет уже там, что ловить. А что они рассказывали? Ну, все, они все... Кто-то занимался мувинг в США, кто-то занимался картинами в США, кто-то в Европе тоже какой-то там эти... Тогда крема из Мотва моря было модно открывать во всех этих торговых центрах. Ну, все. Куда дальше? И почему-то потом какой-то дальний-дальний родственник, или, можно сказать, так, друг семьи, сказал, приезжай ко мне в Москву. Так все началось. Какие у тебя были стереотипы, когда ты ехал? Ну, что ты вообще знал о России? Что-что видно в фильмах? Ничего по большому счету. Что я знал о России? Я знал, что я разговаривал на русском языке. Я знал, что тут зима. И все. Понятно, что я понимал, что уже нет очереди к хлебу, там, как в Советском Союзе, там, или в 90-х, там, да? Ну, я понимал, что где-то, может быть, криминальный город будет какой-то там, да? Тогда было модно. Ну, не тогда уже, но все эти бандитские фильмы, что делали о России, там. Ну, вначале я так думал, но когда я приехал сюда, я понял, что только в погоде я не ошибся, а все остальное ошибся. Я помню, что один раз я попал, пригласили меня на охоту в Ивановскую область. И у меня был какой-то шок, что я должен с этим мотоциклом спуститься там на реку, а на Замрозное. Я понимал, что я не могу это сделать. Что, как может быть, там вода. Я сейчас утону. И потом понимаю, ну, это все психологически, что там метр, там, толщина, это все психологически. Я скажу, что меня удивило. Я прошелся по центру Москвы, и начался вот там этот салон Bentley. Вот машины какие-то дорогущие. В Израиле тогда такого не было. Сегодня уже да. Но тогда мы говорим о 20 лет тому назад, скажем, там плюс-минус. Нет, в Израиле, я думаю, что до сегодняшнего дня нет салон там Bentley или Ferrari. Может быть, есть кто-то, что там, но нет такого вот этого богатства. Все эти бутики, все вот это там, ну, где Краснопрощая там. А почему этого нет в Израиле? Я думаю, что невыгодно. Я думаю, что невыгодно. Просто тут количество Мерседесов, я думаю, больше, чем население в Израиле. Если так подумать, только в Москве. Я где-то читал, что в Москве больше там Мерседесов, чем в Германии. Какое-то время назад я думала о том, чтобы переехать в Израиль. У меня подруга еврейка, и она мне всегда там рассказывала очень много об Израиле, о своей бабушке. Такой типичной еврейке, знаешь, ей там уже очень много лет, она красит ногти, укладывает волосы. И вот однажды я прилетела в Израиль, и авиакомпания потеряла мой багаж. Прилетела я в пятницу. И получили во воскресенье только. Ладно, вы багаж. Нет, багаж я получила вообще нескоро, но мне не в чем было ходить. И для меня абсолютно вот эта вот история про шаббат, когда закрыто абсолютно все и ничего не работает, это дикость. Одно работает много в шаббат в Израиле. Я думаю, что вы тусовались там и ходили по клубам, и по ресторанам, и есть что работает в шаббат. Русские работают? Русские рестораны, русские клубы? Нет, только русские, нет, только русские. Работают, работают. Даже магазины, торговые центры, да, не работают. Много не работают. Потому что все-все закрыто. Почти все. Почти все, но не все. Можно жить. Но так или иначе, для меня это было абсолютно дико и абсолютно непривычно. Вот для тебя было что-то таким дичайшим в России, вот что к чему-то долго не мог привыкнуть, а может до сих пор не можешь привыкнуть? Нет. Я думаю, что привык тут к всему. Вот к всему. Вот. Я думаю, что я не могу привыкнуть к пробкам. Вот просто не могу к ним привыкнуть. Вот сколько лет я уже за рулем, пробки этого. У меня еще направление тяжелое, Малаховка, Москва. Я не могу к этому привыкнуть. Я когда говорю друзьям в Израиле, что я еду на работу полтора-два часа, ну это, они в шоке как будто. Ну переедет. Я говорю, не перееду, у меня там дом, у меня там участок. Не хочу переезжать. Езжай на электричке. Боюсь электричек. Не хочу на электричке езжать. Это российская культура удивляла. Нет такого в Израиле. Вот это застолье, вот эти праздники, вот это там. Нет такого. Есть, но не такое. Я не знаю, все это вот. Мужик сказал, мужик сделал. Ну нет такого у израильтянов. Мужик сказал, мужик сделал. Сказали, сказали, но какая разница. Вот это чуть-чуть удивляет. У нас в России достаточно много стереотипов об Израиле и об израильтянах или евреях в целом. Это мы придумали. Это мы просто знаем, очень хорошо она смеется. Это пиар, еврейский пиар. Это пиар-культура, да, это пиар-нация, это можно так сказать. Ну, ты знаешь, мы вышли на самом деле на улицу и спросили у людей, что они думают или что они знают об Израиле. Я хочу тебе это показать, а ты скажи, что правда, а что нет. Держи, нажимай сюда. Все евреи, естественно, хитрые. Обязательно. Типа, потому что они жадные. С ними очень тяжело договориться. Мне кажется, они умные, поэтому все это. И в Тель-Авиве очень дорогое жилье. Дорого, но там очень хорошая медицина. Самая лучшая медицина, она все-таки в Израиле. Самая лучшая спецслужба в мире. Моссад всех выделывает. Вот это я точно знаю. Есть жесткое разделение на религиозных и нерелигиозных светских. Знают, что там есть чувачки, которые в шапка подят. Вот здесь их коробочка. Это то, что Бог разум соединяет. Здесь коробочка, то, что с телом соединяет. Вот эти шляпы, вот эти косички. А, еще я слышал, что они богаты. Продуманные ребят. Если им жизнь что-то даст, они вгрызутся в плод. Алмазный бизнес во всем мире принадлежит и евреям. Больше матриархат развитых. Вот. И в целом мешают женщин, к их хорошо относятся. Ну и толерантная страна. Я бы не назвал матриархатом, но там максимально равноправные условия для мужчин и женщин созданы. Ну, вплоть до армии. Ну, я думаю, что все правильно. 90% правильно. 90% правильно. Одно матриархат это у нас есть. Вопрос иногда он от на очень серьезном уровне. А иногда он так. Ну, матриархат в домах он есть. Мама решает все. Мама это голос. Это не только в Израиле. Это там ажербайджанские евреи. Из Азербайджана у них тоже матриархат дома. Вот мама это все. Слово. Потом богатые, хитрые. Понятное дело. Как ты можешь быть богатым и не быть хитрым? Жадные нет. Жадные это мы про себя уже говорим, что мы жадные. Что лучше думали, что мы жадные. И все. А так мы не жадные вообще. Чтобы лишний раз не обращались. Да, да. Я не хочу это сказать. Ну, плюс-минус да. Илон, очень хочу поговорить с тобой о бизнесе. О! У тебя сеть своих магазинов кошерных продуктов. Она не сет. Это один магазин. У меня было два. Один в Питере, один в Москве. В Питере мы закрыли. У нас один хороший кошерный магазин. Недалеко отсюда. Что продает израильское ТРК кошерное питание. И насколько я понимаю, сама идея открытия этого магазина пришла к тебе достаточно спонтанно. У одного из твоих друзей закончились, насколько я понимаю, кошерные крутоны, да? Крутоны такие, да. Они знаменитые. Сухарики. Они не сухарики. Это люди сегодня приезжают к нам только их покупать. Это такие желтые подушки, как мини-крутоны. Что добавляется в бульон. Это в каждом доме в Израиле есть. У меня привозят их об там. И начали продавать их. И не очень удачно продавали их. А потом уже решил открыть кошерный магазин с кошерными поставками. Заключили договора с ведущими фирмами в Израиле. Расскажи, насколько тяжело иностранцу открывать бизнес в России. Язык. У меня нехватка в языке, я думаю, да. И вот эта культура. Есть российская культура. Ты должен понимать, что есть 8 марта. Ты должен привезти цветы всем. Есть какие-то там Новый год. Все вот. Есть какая-то культура. Надо найти подход. Одно, если ты работаешь в России, ты должен найти подход к своим сотрудникам. Культура у вас разная, не разная там. Я раньше никто не думал о 8 марта, когда я жил в Израиле. А тут это праздник. Тут каждый день рождения это праздник. Надо не забыть подарки, цветы купить там. И так далее, и так далее. Потом у меня еще мусульманы работают. У них тоже свои праздники. К этому все надо привыкнуть. И как-то подстроить бизнес, что им было комфортно. Но самое главное у работодателя это дать комфортные условия для своих сотрудников. День Татьяны, я что знаю, эти праздники какие-то там. Новый год уже за неделю до этого все готовятся. Куда вы готовятся? Застолье и застолье, ну что? А если говорить о бюрократической стороне вопроса. Насколько сложно в России вести бизнес? Нет. Она потом начинает, вот. Она потом начинается вся эта бюрократия. Бюрократия начинается вот бумагу на бумагу, бумага отдыхает там, да. Семьсот этих накладных, восемьсот всех этих печатей там. Они вызывали, вызывают там что-то подписать. Я помню, что у меня был момент, мне не подлили вид на жительство. И я в какой-то момент не могу не быть генеральным директором. Я никто. Все, мне не подлили. Был такой момент. Я сразу доверенности какие-то делаю, что кто-то мог отправлять мой бизнес. Вот вчера или позавчера получили смс-ку от моего банка, что у меня паспорт заканчивается. Он у меня не заканчивается, он мне просто 45 лет будет. И надо будет менять паспорт. Сейчас я уже боюсь, когда его поменять. Чтобы банк тоже, банк-клиент, все эти там. И есть какая-то... Открыть бизнес как таковой бюрократии нет. Вот и открыли, и открыли. Здесь тысяч рублей. Открыли улицу там. Учредитель туда-сюда снял помещение, и начинаешь работать. А потом, кассовые аппараты, пожар. Понятно, что в Израиле это тоже есть. Но у меня есть чувство, что тут все, вот такие все эти папки, уставные документы. И вот такая папка. Как тут начинает быть все в электронном виде, как госуслуги, как МФЦ. А в Израиле это уже давно есть. С другой стороны, есть тут моменты, что даже в Израиле нет, скажем. Вот все это, все в одном окне. И паспорт поменять, и это поменять, и то поменять. И фирму зарегистрировать. Но ты приходишь, ты видишь, вот это... Вот было недавно, меня вызвали в налоговую. Электронная подпись цифровая. ЕПЦ, ЕКЦ. ЕКЦ. Что вы от меня хотите? Дайте мне работать. Что мне стоять? И номера не двигаются. Ты понимаешь, что ты просто стоишь. Просто стоишь. Ну, такого я не помню. И офицеры там сделали заказ по интернету. Тебе привезли, и одобрили его, и что-то в этом роде. А как тебе при этом работается с русскими? Я, например, знаю, что в Израиле евреи очень ценят русских. Ну, непосредственно в работе в найме. Они говорят о том, что русские очень смекалистые, быстро соображают, их можно брать на работу. Это так или нет вообще? Одно да. И если посмотреть по технической части, каждый русский мужик знает менять кран. Каждый русский мужик знает там отопление батарей, что-то, каждый русский мужик знает дрова калить. Я не знал, дрова калить. Но я попробовал, у меня получилось, но я не знаю. А тут каждый мальчик седьмой, в семь лет такие бабушки в деревню, и он начинает дрова калить там. Они все знают по техническим вопросам. Они откроют машину, посмотрят. Я открываю машину, смотрю, ну, какие-то там. Ну, я понимал, что что-то там не работает, но я не специалист, это не мое. Я вызову, заплачу, мне все это сделают. Косит, шмашит. И у меня что-то там не заводилось, снегоуборочная машина зашла к моему соседу, сразу пришел, что-то там нагрел, что-то там сделать, и на него так посмотрел. Как так? А мы не знаем такое делать. Мы просто у нас все. А в Израиле там все городские, по большому счету. Все городское, все. Ну, в доме и квартире, вы знаете, в доме всегда что-то ломается. Тут какой-то там из крыши что-то вылетело, там какой-то кран, там какой-то насос. А мы жили все в квартирах, или в каких-то там, в Израиле, в частных домах, нету этой зимы, нету вот вся эта там вода по крышам, как она будет сливаться, куда она будет сливаться. Нету этих насосов из этих скважин там, нету этих всех этих отопления боков там. Ну, ты пришел, ты открыл свет, у тебя включился свет, открыл горячую воду, у тебя есть горячая вода. Но может быть, ты включил там, что она нагрелась побыстрее от солнца. Все. Из-за этого никто этим не занимается, не занимался. А ты не думал сам вернуться обратно в Израиль? Я вот сегодня с вашей коллегой, общались на улице, Израиль – это страна для пионеров и пенсионеров. Что это значит? Значит, что если ты пионер, ты мальчик, да, в школе, в Израиле тебе, я думаю, будет лучше. И море, и погода, и все это там. И маленькая вся страна, ты очень много людей знает там, да, и пенсионер. Это там уже все, ты в старости, медицина, как было сказано, там, медицина, отношение к пенсионерам, там, все такое. А я пока не тут, не там, я пока тут буду. Герои моего проекта переезжают в Россию и начинают жизнь с нуля. Это всегда непросто. Кризис, стресс, слова, которые буквально вводят в панику. В таких случаях я советую выдохнуть, успокоиться и вспомнить, что кризис – это время уникальных возможностей. В первую очередь, такие возможности открываются для тех профессионалов, кто пользуется ажиотажным спросом. Это финансовые директора. По данным HeadHunter, спрос на финансовых директоров растет с каждым месяцем. Кто они? Сегодня финансовый директор должен не просто управлять экономическими и финансовыми процессами бизнеса. Их компетенции стали шире. Как и полномочия, вместе с ними растет и доход таких специалистов. Если вы в поисках новой работы, претендуете на повышение заработной платы или хотите прокачать свои знания в сфере финансов, то я рекомендую вам пройти онлайн-обучение в Академии Edison на практическом курсе «Финансовый директор». Этот курс был разработан совместно с финансистами из таких крупных компаний, как Megafon и Avon. Для финансистов и экономистов курс Академии – это возможность повысить квалификацию и лучше выполнять свою текущую работу. А для собственников бизнеса это инструмент для эффективного управления, потому что каждому предпринимателю важно развиваться и уметь предотвращать проблемы, такие как кассовый разрыт, дебиторка или убыточные проекты. Нужно видеть трудности, трудности в зачатке и просчитывать все риски. В рамках курса вы изучите более 170 уроков, где каждый блок закреплен практикой, построенный на реальных кейсах. Вам расскажут, как управлять финансами бизнеса самостоятельно и как анализировать отчетность, принимать стратегические решения на примере 17 бизнес-кейсов. В течение 3-4 месяцев вы будете отрабатывать необходимые знания на практике с помощью интерактивных тренажеров. Чтобы обучение было проще совмещать с работой, вы сами сможете подобрать нагрузку и подобрать подходящий формат. В течение года с вами на связи будет личный куратор, а доступ к курсу и его обновлениям у вас останется навсегда. И самое главное, по окончанию курса вы получите помощь в трудоустройстве или развитии карьеры. Академия Эдюсон с 2013 года это ведущий сервис корпоративного онлайн-обучения для таких компаний, как ВТБ, Авито, Бургер Кинг и десятки других известных брендов. По промокоду Шахова вы получите скидку в 60% и личную консультацию с экспертом в подарок. Записывайтесь на курс финансовый директор по ссылке в описании к этому ролику или по QR-коду на экране. Раз мы начали уже с тобой сравнивать наши страны, предлагаю продолжить эту тему. Мы только сравним наши страны сегодня. Вы знаете, когда получил гражданство России, это было в 2018 году, это был такой праздник, как будто родился по-новому. Это вот реально. Одно, что получит гражданство в России, это должен пройти ад. Это стоять летом в коридорах без кондиционера, это зимой на очередь. Потом мы получили его как носитель русского языка. Меня еще какие-то там вопросы спрашивали, что... Я думаю, что половина тут из присутствия не смогут на них ответить. Так, давай все-таки поговорим про Израиль. Мне кажется, самая триггерная тема, которая существует в мире и обсуждается не только среди евреев, но и среди русских, это цены. Почему в Израиле все так дорого? Почему? Что? Не знаю. Вот так дорого и все. Почему? Я не знаю. В Швейцарии дорого. Я думаю, что уровень жизни просто вырос. Уровень жизни вырос. Там 4 тысячи долларов. Это, я думаю, минимальная зарплата сегодня. Понимаете? 4 тысячи долларов. Скажи сегодня россияну 4 тысячи долларов минимальная зарплата. Почему в Москве все дорого, а скажем, там, я не знаю, тысячу километров отсюда не так дорого, как в Москве. Я думаю, что уровень жизни он себе позволяет, что цены поднимались. А соотношение цена-качество, оно вообще соответствует? Если мы покупаем за 2 доллара бензин в Израиле, или 2 евро, даже если они ошибаются, понятно, что качество не меняется. Цена-качество. Или машины. Машины сейчас сравнение тоже плоховато с Россией по поводу цен. Но машины намного дороже из-за того, что какой-то налог огромный. Очень много там едут в общественном транспорте, квартиры. Ну, страна маленькая, квартиры, понятно. Страна маленькая, три ведущих городов, скажем, Иерусалим, Телавив, Хайфа. Понятно, что там цены будут очень-очень дорогие. Я думаю, что это просто уровень жизни из-за того, что там в Лондоне тоже дорогие недвижимость, в Манхэттене тоже дорогая. Там просто уровень жизни другой. Да, рестораны дорогие. Ну, тоже. Рестораны, такси ешь. Ну, такси, понятно, это еще раз бензин. Это еще раз бензин. В такси ты не успел зайти и сказать ему добрый день, уже 50 человек или там, это умножить на 25 будет в рублях. Я не успел сказать, куда я еду, уже вижу подсчетчику там 42-43. Я так смотрю, я отъеду до Малаховки там 1300 рублей. А я всегда думала, что это как в том анекдоте, знаешь, когда на дверях израильского зоопарка написано сбежал енот. Кто видел енота, занесите в кассу зоопарка 50 шейкелей. Я всегда думал, что это из этой истории. А есть самая знаменитая анекдота. Это еврей, если мы уже про анекдотов чуть-чуть. Еврей стоит на площади в Одессе, торгует семечками и подходит к ему. Другой еврей говорит, Рабинович, отдалжи мне пару рублей. Ну, надо срочно. Он говорит, нет, не могу. Почему ты не можешь? Почему ты такой жадный? Вот говорили, что жадный. Нет, не могу и не могу. Все. И так час они волнуют, он пока продает семечки. Он говорит, посмотри, какие продажи у тебя. Говорит, я не могу, у меня договор у нас банка. Они не продают семечки, я не выдаю кредиты. Вот 4000 долларов. Что? Человек как тратит эти 4000 долларов? Условно, там, 3000 отдает за квартиру? У него ипотека, в первую очередь. У него ипотека. У него, как правило, машина от работы будет. Он даже зарабатывает. Я думаю, вот я дам пример друзьям. У них где-то доход, там, где-то вместе, они где-то приносят, я думаю, 8-10 тысяч долларов. Это топ-менеджеры твои друзья? Это топ-менеджеры, ну, там, двое работают. Там, садики, так, жирает очень много, ипотека жирает очень много. И все. И это какая-то там, как говорится, хамак в колесе такой там, да? Все, ты встал, поехал, работал раз в году, тебе дают какой-то отдых от работы, там, может быть, ты купил какой-то в Турцию или в Кипр какой-то там, работа плюс-минус, как тут, там, да? Ну, если люди, у них тоже пара работает, зарабатывают, я не знаю, там, 200 тысяч в месяц, да? А за них там ипотеку платят, они купили машину, они, может быть, еще какую-то там, суду за машину платят. И они везем там, и раз в году они себе позволяют уехать там на неделю куда-то. Илон, ну ты знаешь, помимо проблемы дороговизны, мне кажется, в Израиле есть еще такой серьезный вопрос, это ортодоксальное общество и его споры со светским обществом. И, насколько я понимаю, раньше каких-то ярких таких точек соприкосновения не было, то сейчас они все чаще возникают. Это правда вообще или нет? Да, это правда. Одно у нас написано в Конституции, что должен быть статус-кво между религиозными обществами и нерелигиозными обществами. Понятно, что это очень-очень влияет из-за этого, что светский человек хочет в субботу, как вы говорили, сможет купить себе купальник или там, я не знаю, или пойти в ресторанах, а нерелигиозный человек хочет, чтобы все было закрыто, все отдыхали, что не ехал общественный транспорт по субботам, а ехали только машины след служб. Там все, надо идти в синагогу, потом, если вы заметите, все сетевые гостиницы в Израиле, они кошерные, и в субботу, как правило, тебе нагревают еду, они готовят ее, она уже готова заранее, и есть всегда какие-то споры по этому поводу, и они всегда будут. И может быть, это хорошо, что они есть. Но при этом, ты знаешь, достаточно сложно жить светским людям в Израиле, ну, как мне кажется. Потому что, вот в моем конкретном случае, я помню, мы как-то раз с подругой приехали в Иерусалим, был шаббат, и мы гуляли с ней, я была с непокрытой головой, а мы были в самой суперортодоксальной ее части, и в меня стали кидать камни. И когда я кому-то рассказываю, мне люди не верят. Но недавно моя подруга с мужем переехали из Израиля по той же самой причине. Он в шаббат ездил на своем мопеде, и в итоге ультрарелигиозные соседи выжили их просто из этого района, потому что мало того, что они стали ругаться, так они стали кидать в них там камни, и они в итоге уехали. Нет, одно ты должен понять, что если ты не одет, не одет как следует, или нарушаешь какой-то закон в религиозном, ортодоксальном месте, ты можешь получить по сослугам. Я не думаю, что никто, никакой русский человек не будет ходить там, я не знаю, в улицах мусульманском каком-то там городе в России, там, да, даже в Чечне, там, да, с бутылкой водкой в руках и будет пить там. Я согласна, но я ходила с непокрытой головой и была блондинкой. Вот на тот момент я была тотал такая блондинка, и как мне объяснили мои друзья чуть позже, что якобы есть часть населения, которая считает блондинок проститутками. Нет, нет, это какой-то стереотип, еще раз, что вычислил после 90-х годов, когда было очень много приезжих из России или там еще раз из бывшего советского русскоговорящих, так скажем, не русских, а русскоговорящих, девочки легкого какого-то поведения и так далее, и так далее. Но это, я не думаю из-за этого. Может быть, вы еще не заметили, у вас была маечка или вот такая маечка. Жара 40 градусов. Ну вот, вот, а нельзя, ну нельзя, не показывать плечи, нельзя, ну, может быть, были в шортиках тоже. Нет, нет, точно не в шортиках, но с открытыми руками, да. Ну, открытые руки, блондинка, понятно, что она может быть иностранка, что она себе позволяет сюда к нам зайти, так одета, что мои дети это увидели, мои дети, я их учу, чтобы быть религиозными настоящих людей, у них нет челевиз, очень много ультра-тодоксан, у них нет челевизоров даже дома, не разрешают детям смартфоны, из-за того, что он может туда зайти в какие-то сайты, и тут приходит девочка в маечке, разбросанный волос, там, и ходит там по самом-самом ультра-религиозном месте, что может быть там в Израиле, ну, это может случиться не только в Израиле, это может случиться в каждой стране, и вот что, что мне нравится в России, центральная синагога, мечеть, церковь, все друг около друга, и нету, слава Богу, никаких стыков, нету ничего, и такого, что можешь вызвать какой-то там, что кого-то больше там не любят, или кого-то больше там, все, все хорошо, слава Богу, живут, и мы понимаем праздники, и они наши праздники понимают, все, мне это очень нравится в этой стране. Насколько мне известно, в Израиле сейчас идут огромные депаты по поводу пластика, потому что ортодоксальные евреи очень часто используют пластик, одноразовую посуду. Начинать, одно, в Израиле вообще пользуется очень много одноразовой посуды, это, я думаю, королевство одноразовой посуды, и сейчас поняли, что надо покупать такую посуду, что потом не портит природу, если уже такая посуда, что не портит из бамбу, как сделано из таких. И сейчас идет какая-то война, серьезная очень война. Вообще, Израиль очень понял, что надо заниматься отходами. У меня есть друг, что он работает в сфере, вот этой сферы, и они какие-то эти баки там, разделенные баки на улице, бутылки все эти собирают, пластики. Вы понимаете, что Израиль очень теплая страна, очень много пластиковых, бутылок там, пьют очень много. И вот с этими баками ему недавно там какой-то военный дрон купили ему, что он мог смотреть какие-то большие площадки. Он там поднимает его в таких местах, где он не может заехать. Там как они сжигают мусор, они сжигают мусор, вывозят мусор. Ты знаешь, Илон, мы с тобой обсудили достаточно много тем. Я предлагаю как подытожить и более детально по основным сферам жизни пройтись. Я буду называть тебе сферу жизни, и ты будешь выставлять баллы от 1 до 5 и комментировать, почему собственно так. Медицина, доступность и качество в России и Израиле. Баллы давать? Да, от 1 до 5. Я думаю, что доступность 5, она и в России, и в Израиле. Качество, я думаю, Израиль 5, Мерсия 3. Почему? Там лучше. Просто почему? Почему? Испанцы играют лучше в футбол, чем русские. Там играют лучше. Там просто лучше. Я думаю, что, еще раз, есть на этот акцент с медициной, здоровья, с человеческой жизни. В Израиле из-за этого, что очень маленькая страна, есть акцент на каждую, там аварию, есть акцент на каждую, там человек, что там умер, там у врачей на столе. На это пишут, спрашивают, почему из-за этого, что маленькая страна, каждую, каждую человеческую жизнь, там, пробуют продлить, насколько пусть этому, добавьте еще, что есть, смерть, войны, аварии, все это пробуют, привези на минималку, из-за этого, они очень развиваются, я думаю, медицина, развивается сохранение человеческой жизни. Но медицина очень дорогая, насколько мне известно. Вопрос, не, если ты израильтянин, она не такая дорогая, у тебя есть очень много вещей, что входит в твою, как это называется, страховку, или корзину, тоже еще раз, мы говорили о статус-кво, там, да, даже если я не шимаю с женщинами, у них есть один раз или два раза, где они могут даже яйцеклетик, своих там, сохранить, потом уже начинает быть платно. Но к этому есть, идет, добавляют каждый раз больше корзин, больше как медицинскую корзину, что она была доступна. Безопасность в Израиле и в России? 5,5. Тут безопасно, там безопасно. Я не вижу тут ничего там. Тут ракеты падают, там ракеты падают, там что? Если вы спросили меня этот вопрос, если ты спросил меня этот вопрос, 15 лет тому назад, я бы сказал, что там намного безопаснее. Но сегодня я не... Самое главное, не дурачиться там, там на улице, там после клубов и такие вещи. Но это может случиться и в Израиле, в России. Образование, цены, качество и доступность? Не могу сказать, не учился тут. Вот правда, не могу сказать. Ну, мне нету тут никаких там... Я не был тут в институтах, я не был тут в школах. Из чего, что я слышу от друзей, где дети маленькие там, да, я думаю, что... До какого... Нет, и студенты, что идут там. Я думаю, что доступность, она одна и тоже. И качество я не могу сказать. У Израиля очень так. До 18 лет, 12 классов учиться, потом идешь в армию, за конца армии полгода отдыхаешь, потом начинаешь в институте. Как-то... Это как-то так у всех. Это как-то так у всех. И в этот момент, где-то там, в то время, что сказал, ты находишь свою любовь в Израиле, там, да, где-то, или после армии, или там где-то в институте, потом свадьба, дети, ипотека, и пошло-поехало. И до 120, как говорится. Предлагаю поговорить немного о личном. Окей. Я знаю, что ты женат на русской женщине. Насколько я понимаю, в твоей семье все евреи. Ну да. Как они вообще отнеслись? Бабушка очень ее любила. Да, очень любила. Бабушка у меня религиозная была женщина. Это был самый важный момент в моей жизни, это познакомить ее с моей бабушкой. И бабушка ее почему-то очень полубила. И бабушка говорила, что она еврейка, она тоже должна там покопаться, но она копается, копается, пока ничего не находит. А есть вообще разница между израильской женщиной, там, израильтянкой, и русской? Разница есть, всегда есть. А объяснить ее, я не знаю как. Еще раз, вопрос, что за израильтянка. Если она израильтянка, что вышла из русскоговорящей семьи, это будет где-то культура очень похожая. А если это израильтянка, что вышла, скажем, из марокканской семьи, там все по-другому. Там матриархат, серьезный, там, вот эта уборка дома по пятницам, не задышать, там, культура еды, другая, она больше перченая, больше такая, ну, шумно очень, это как, как мы всегда смеялись, что итальянцы, там, европейские марокканцы, там, да, из-за этого, что они очень шумные, очень такие эмоциональные, плюс-минус одно и то же. Насколько я понимаю, все равно в Израиле женщины более привилегированные, что ли, из-за того, что матриархат вообще есть. И при этом распространено, то есть феминизм намного больше распространен в Израиле, чем, условно, в России. Понятно. Это чувствуется вообще, когда ты начинаешь, как мужчина, встречаться с женщиной. То есть вот я у тебя тогда и спрашиваю, есть ли разница между израильтянкой и русской? Да. Одно, если взять манину, у нас очень много девочек уже служили в армии. Ты тут знакомишься с девочкой, ты выясняешь, что она была снайпер. Как тебе такое, да? Ты начал общение, а она снайпер. Ты такой, Лан Маск. Или она учитель этого, Кравмага, там, по борьбе, там, да, или там, ну, много всего. Или там какой-то, компьютерный гений, что взяли ее в армию, работа там, где разведка, там, да? Понятно, что сложно. Тут женщина, это женщина. Там нет такого, открыть дверь женщин. Там, ну, понятно, что есть какие-то дельминские какие-то. Мне как-то тут, у нас, из этого, а, что нету этих четыре сезона, ты не увидишь много людей на каблуках в Израиле, только в какие-то мероприятия, ну, каждый день на работу, потом снять, одеть, она приходит в сапогах, снимает, одевает туфли на каблуки, бегает на них весь день в офисе. Такого в Израиле не будет никогда. Ты как человек, который живет в России и при этом долгое время прожил в Израиле, ты знаешь, вот про этот матриархат, наверное, ну, если не все, то практически все. И вот со стороны мужчины, какая система все-таки лучше, хуже, в чем ее преимущество? Хочется ли быть мужчинам главными? Или это не важно? Есть у нас мужчины тоже главные, но, как сказать, в дома она главная. Вот в дома. Вот в дом. Если она решит, что эта стена будет серая, она будет серая. Если она решила, что эта стена будет красная, она, я помню, мне рассказывал какой-то адвокат, я дам тебе сейчас настоящий пример, что когда пробуют получить гражданство и начинают их спрашивать вопросы, что доказали, что они семейная пара. И спросили мужика, какой цвет зановости у тебя в большой комнате? Говорит, я не знаю, я не заметил никогда. И когда меня спросили этот вопрос, я тоже это не заметил. Что-то серое, синим, ну я не могу сказать четко, что это. Из-за этого, что да, иди работай, занимайся, делай свои дела. И я по дому все еще. Есть как-то поделена очень там, если она главная по дому, главная по кухне, главная по чистоте дому, она и главная по дизайну дому, если он главный там. Я думаю, что женщина не поедет никогда помить машину в Израиле. Это мужик всегда делает. Я не помню, что я увидел на мойке девочек, может быть, какая-то молодая, что только купила себе машину, и она одна, и у нее какой-то там маленький красный, какой-то там жучок, тогда да. я не вмешиваюсь, что делается в доме. Меня спрашивают, я говорю, моя задача в кухню, зайти в кухню только покушать. Это вот единственная задача моя в кухне. Я не знал, как включается сериальная машина, к сожалению. Ну, я знаю, теоретически. К счастью. Хотя жена такая золотая просто. Теоретически я знал, как все это делается. А жил бы ты в Израиле, пришлось бы знать. Не, ну, я когда жил в Израиле, я жил в Израиле, но я жил там отдельно, я был студентом, понятно, что тут я жил один, тоже тут я включал сериальную машину. Но потом как-то там это все как-то там. Да еще раз, это как построена жена там в 6 дома, в 7 дома. Я прихожу в 9-10 вечера, после еще полторы часы пробок. У меня не хочется уже ни с кем не общаться, у меня уже язык заплетается, уже ничего хочу просто покушать, лечь там, посмотреть какой-то сериальчик интересный и пойти там. Расскажи, как свадьбу играли? Мы? По русским традициям или по-еврейским? Вообще не тех, не так зашли в ЗАГС, подписались, поехали в Вервин, покушали, у меня температура поднялась, вернулись домой. От шокового состояния. От шокового состояния. Меня в ЗАГС. Илон, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готов? Готов. Три главных качества русской души. Щедрость. Вот это застолье. Может быть, щедрость не в финансовом, а щедрость в помощи. Меня пока вот все это там... Люди открываются, если они тебя любят, они откроются тебе на 100%. Вот он открыт, и все, ты как его брат, и для него это вот... Это не просто слово брат, а это просто брат. Ты позвонишь ему в 20 ночи, он верует, типа, ты мы застряли по дороге в Астрахан, остановились пацаны и нас вывели оттуда. Вот это... Вот застолье, вот эти, там надо встретиться, там... Ты две недели, три не встречаешься с друзьями, они уже начинают звонить. Ты где? Ты что? Ты почему? Каждый сосед, ты можешь ему позвонить, что-то попросить, что-то... как-то по-другому, по-другому. Три вещи в России, к которым ты никак не можешь привыкнуть. Пробки. Минус 20 и ниже. Система отопления, я думаю. Не могу ее понять. Все эти трубочки, кранчики, я до сегодняшнего не могу... Я захожу в этот... Где у нас там этот котел, я его не могу понять. Что нужно русскому для счастья? Друзья. Только тусы. Спасибо тебе большое, Илл. Да, вам спасибо. Мне кажется, получилось сегодня очень классное душевное интервью. Специалисты скажут как-то все. А я напомню, это проект «Мы и они». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. Также подписывайтесь на наш Телеграм-канал и группу ВК. Напомню, что у нас там больше контента. Все, что не вошло в основной выпуск, вы можете увидеть там. Ну и задать дополнительные вопросы. И главное, помните, хорошо там, где мы есть.